Усман ибн Афан – один из известнейших сподвижников пророка Мухаммада . Он передал от посланника Божьего не так много хадисов, но вот один из них, точнее здесь два риваята. То есть хадис, в общем-то один, просто два риваята. Имам Аль-Бухари поставил их один за другим в своем своде хадисов Аль-Бухари. Все мы знаем важность Корана и мусульмане, и немусульмане, что по крайней мере даже атеисты знают, что это священная книга мусульман. В понимании мусульманина это заключительное священное писание, данное человечеству от Бога. Коран нужно читать, изучать, а главное его смыслы практиковать. Хадис. Усман ибн Афан передает, пророк Мухаммад , сказал И во втором риваяте . Похоже, практически один смысл. Поистине лучший из вас, это те, которые изучают Коран. В изучении шаг номер один, конечно же, это научиться читать Коран в оригинале. Очень часто многие люди говорят, вот изучить арабский язык, изучить арабский язык это так сложно или там собираются этому посвятить что-то. Это больше сатана. Изначально усложняет для человека задачу. И усложнять не надо. Первоеочередно, и в других видео вы увидите, можете посмотреть. Я цитировал хадис, где говорится, что за каждую букву, прочитанную в оригинале, человек получает 10 единиц божественного воздаяния. 10 единиц. Каждую букву, не слово, букву. И это может приумножаться и приумножаться божественной милости и щедрости. Но в данном случае лучшие из вас это те, кто изучает Коран. Первый шаг – изучить таджвит. Сегодня есть интернет, много разных сайтов, где можно изучить таджвит. Лучше, конечно же, в вашем регионе, в вашем городе, в вашем районе, мечеть. Дистанционные учителя, можно найти дистанционных, которые через скайп, еще что-то. Это буквально 3 месяца по 3 урока в неделю и вы научитесь читать Коран. Вам, может быть, кому-то кажется это вообще невозможным, нереальным, мне никогда эти буквы… Вообще, как это может быть? Да, когда мне было 12-13 лет, я как раз учился читать Коран и тоже так думал. И многие, и среди наших прихожан в Московской мемориальной мечети есть люди в 50 лет, в 60 лет, научившиеся читать Коран. И это было не сложно. Три месяца, по три урока в неделю и тренировка, тренировка, тренировка. Сегодня, с учетом интернета, с учетом всех этих электронных устройств, подкастов, вы можете слушать Коран, чтобы было правильное звучание. Далее. Та'аляме Коран. Изучение Корана – это не нужно изучать арабский язык. Это, извините меня, там только тонкости грамматические займут у вас полных два года кропотливейшей работы. А потом еще пойдут тонкости богословские, тонкости языковые, исторические и так далее. Возьмите, есть на английском десятки переводов самых разных смыслов Корана. На немецком, на французском, на русском, порядка десяти переводов смысла священного Корана даст, оглашусь, мой именно называется богословским, потому что за всю историю перевода Корана на русский язык человек с богословским, полным богословским образованием – это пока только один человек, который перевел Коран на русский язык, поэтому его Коран называется богословским. Там соответствующие пояснения. И неважно, выберите какой хотите и читайте в том числе смысл. Талям и Коран изучайте, то есть научитесь читать в оригинале. Мы сказали, что это несложно. Потом постепенно изучите, читайте по переводам смыслов. Постепенно берите для себя вот эти вот живительные смыслы Коранического текста для своего земного счастья, созидательного и вечного. И пусть никто вас тем или иным образом, вам голову не морочит, вас отдельными вырванными цитатами из аятов не вербуют в какие-то непонятные секты отчуждения от земной жизни или пожертвования чего-то материального или физического. Будьте свободны. Интернет должен приносить вам пользу. А вы не должны куда-то с головой уходить в чьи-то какие-то домыслы и умыслы. Поэтому здесь говорится, лучшие из вас это те, кто научились Корану читать, мы сказали, изучать смыслы, мы сказали. И, конечно же, нужно не только знать, но и применять. Нравственных, очень сильных смыслов в Кораническом тексте очень много. Становиться совершеннее, умнее, дисциплинированнее, набожнее. Эти назидания не в Коране есть, нужно уметь их извлекать, применять, практиковать. И вторая часть хадиса – уалдамахи, лучшие из вас это те, кто научились Корану, мы пояснили, уалдамахи научили других. То есть вы им помогли либо в изучении арабского афавита, таджвида, помогли в практике коранических смыслов, вы им тоже помогли, вы что-то им передали. Поэтому всем нам быть из числа лучших, практикуя данный достоверный хадис и имея тем самым в итоге грунт божественного благодать, получая ее, приобретая ее от Бога через изучение, познание и практику смыслов заключительного Священного Писания Кур'ана. Валхамду лиллахи Раббал Аминь. Валхамду лиллахи Раббал Аминь. Валхамду лиллахи Раббал Аминь.